а ты что никогда не ел суп харчо сейчас попробуем поехали два с половиной килограмма мяса баранье значит у меня идет шейка немножко ребрышек лопатка разделать это мясо сначала отделю лопатку я сначала отделяю лопаточку образом лопатка отделена теперь эту лопатку я разделю на два кусочка я нашел где он соединяется соединяется вот здесь я разделил два кусочка вот эту позвоночную часть ребрышки я тоже разделю на два простым секатором топором я же просто их перекусываю секатор вот у меня получилось 4 такие вот кусочка лишний жир я срезаю нет не нужно столько жира значит жир срезом получилось мясо и примерно 15 процентов жира я наливаю 50 грамм растительного масла и кладу мясо сковородку мясом вниз а с костью наверх запах не обманывает запах показать на то что мясо запечатывать подрумянилось одна сторона его переворачиваю то же самое делаю на другой стороне перевернул мясо и тот же процесс я сейчас сделаю с другой стороны мясо обжарилась теперь я его беру смотрите какая красивая с обоих сторон и значит костью вниз переворачиваю них размещаю в 8 литровую кастрюлю и теперь я наливаю кипяток заранее закипяченая водичка я покрываю мясо кипятком закипятил еще водички доливая у меня получилось 4 литра воды видите пенки почти нет на медленной огонь и варить до полной готовности 10 горошин в бетлоровый лист я положу 4 листика мелко порезать кубиками 600 грамм лука налить 100 грамм растительного масла на сковородку делать высыпать лук сковородку и поджарить его до карамельного цвета слегка помешивать лук пока он не приобретет прозрачный карамельный вид похоже что мясо готово сейчас будет доставать его кусочек выкладываю на тарелочку отделяя косточки от мяса хорошо отделяются теперь я прямо этой мисочке порежу мясо на кусочки сначала я порезал мясо продольно затем поперек у меня получились вот такие вот красивые кусочки теперь это мяско возвращаю костюлю теперь я вытаскиваю следующий и поступали с ним также а на кости дает необыкновенный аромат для супа харчо когда мясо готово я засыпаю рис значит у меня один с четвертью стакана 300 миллиграмм или же 250 грамм немножко размешиваю накрываю крышечкой теперь лук дошел до определенного карамельного цвета света я высыпаю 700 миллиграмм томатов томаты без шкурок порезанные будет конечно еще вкуснее если сюда добавить помидоры домашние свежие еще использую томатную пасту здесь 50 грамм или три столовые ложки и добавляю горячую воду теперь все это мне необходимо тщательно размешать вот такая масса получается однородная красивая я эту пасту добавляю мою пассеровку есть такая вот аджика она сделана из болгарского сладкого перца и красного перца чили добавляю 50 грамм если вам нравится поострее вы можете добавить больше у вас дети разные люди кто кому нравится острый кому нет этого достаточно теперь все это тщательно перемешиваю довожу до готовности и теперь я добавляю полторы ложки соли у меня как стать жарко тоже готова я ее добавлю и суп хочу теперь мне необходимо все это покипятить минуточек 5 на среднем огне добавляю одну столовую ложку без горки хмели цунели 25 грамм чеснока мелко порезать чеснок петрушку и пару хороших щепоток черного перца душистого хорошо перемешал все готово 5 минут настоится и можно кушать и вот какая снятина получилось а я я я я я это кавказ ребята приятного аппетита приятного аппетита